Сейчас столько и разговоров о том, как бы получше вкатиться в айтишечку, но знаете, кто в неё хорошо вкатился? Правильно, те, кто вкатился в неё заранее. Хотя справедливости ради, сейчас в неё влетают, вкатываются, въезжают, всё замечательно. Но вот в чём вопрос. Допустим, появляются метавселенные, и очевидно, что это создаёт огромное количество рабочих мест. И вот сегодня давайте разберёмся, какие это будут рабочие места, пофантазируем немножко. А второй задачей этого видео будет как раз разобрать ключевые столпы, на которых будут базироваться разработка и существование любой такой метавселенной. Вы на канале QBESK, вещаю для вас я, Галухин Артём. Поехали! Давайте начнём с того, что ближе мне сейчас, с программистов. В первую очередь рассмотрим техническую реализацию, низкоуровневую, то есть написание софтовой части, разработка самой платформы, разработка интерфейсов, бэкэнд-части, баз данных, всего вот этого. Там по-любому будет какая-то разработка, связанная с блокчейном, поскольку технология вроде есть, хайпует, и сейчас уже используется в метавселенных, и, наверное, будет использоваться. И в них потенциально отдельно специалисты по искусственному интеллекту, потому что его надо будет писать много, он должен быть хороший. Представьте себе, да, что в метавселенной вы будете сосуществовать параллельно с какими-то реальными искусственными интеллектами, да. Это будет круто, это будет гораздо круче, чем NPC-болванчики, которые присутствуют в обычных играх. Ну и, собственно, это и будет нужно для того, чтобы вас там удержать. Судя по заявлениям Меты а-ля Фейсбука, они вообще хотели нанять всех программистов планеты, чтобы быстренько за пятилетку, за два года, да, накидать метавселенную. Но что-то мне подсказывает, что это у них не так получается, как они себе представляли. И на самом деле надо будет один из следующих видео как раз снять про то, что происходит в Фейсбуке, в смысле метавселенных. Что они уже написали, что готовы написать, как это посмотреть, можно ли посмотреть, что там можно посмотреть. И мне кажется, что даже если они смогли совладать с таким большим количеством разработчиков, которые хотели привлечь, то все равно, скорее всего, понимая, что это Фейсбук, они большую часть сил потратят не на реализацию ее, как бы, того, что будем использовать мы с вами, а на реализацию того, что будет там зашито под капотом, что будут использовать те, кому продают, собственно, наши данные. Ну, как в случае с Фейсбуком. Итак, что же учить, если заинтересовала эта предметная область, этот столб метавселенной? Очевидно, программирование. Это очень широкое понятие, конечно, да. Тут входит и язык, и разные паттерны, там, общие какие-то логические, математические подходы. Но не так страшно, черт, как его молюют. Я рекомендую выбрать что-нибудь типа JavaScript, который довольно просто можно использовать прям вот. Взял и начал сверстать какую-нибудь веб-страничку. Для этого надо просто сдать документы, написать там код. В этом смысле какие-нибудь более сложные языки, особенно компилируемые, там надо еще разобраться, как его поставить, как что-то настроить. Для меня, в свою очередь, в свое время это стало проблемой, когда я пытался начать учить Java, я потратил пару месяцев и не понял вообще, что я учу и зачем. Поэтому советую брать что-то более прикладное, понятное, то, о чем много всяких ресурсов, ну и то, чем проще совладать, попробовать вот самим прям взять за вечер. А дальше все получится. Заодно и в акишку вкатитесь предварительно. А когда метавселенные придут, соответственно, найдете там себя. Единственная оговорка здесь, это все-таки надо понимать, что нужна какая-то специализация. Потому что сам по себе язык программирования и само по себе программирование, оно, ну типа, писать рандомный текст бумажку, вот оно кому-то надо. Нет. А вот решать задачу надо. Поэтому надо понимать, какую задачу вы хотите решать. Если вдруг вам интересны прям нейронки и искусственный интеллект, то здесь своя атмосфера. Сейчас, я так понимаю, проще всего войти туда с Пайтона, такого языка программирования, если не знаете, и начать постигать там основы. Там, конечно, своя предметная база, там, я так понимаю, высок, ну, нужна математика хорошая, теория вероятности, логика. И отдельными вообще пунктами здесь выступают, например, Data Scientist, Data Science. То есть подготовка данных, сборка данных и обучение нейросетей этими данными. Ну, потому что большая часть нейросети — это ее обучение, а не написание там самого кода нейросети. В этом смысле интересно, что могут появиться, например, какие-то профессии на стыке, например, педагогики и программирования и нейросетей. И вот это будет что-то типа нейропедагогики. Кто знает, как бы, есть же методы по обучению эффективному людей, почему бы и не придумать такие методы по эффективному обучению машин. Возможно, нейробиология и подобные науки о мозге, о человеческом тоже будут здесь в кассу. Ну и, разумеется, как сейчас востребованы, так и никуда не денутся специалисты по кибербезопасности и крупные корпоративные, и потенциально, наверное, появятся еще какие-то частные для физлиц. Потому что, ну, представьте, да, если у вас огромная куча какого-то барахла, которое вы купили в метавселенной, оно стоит, может, вполне себе весомых денег, а украсть их можно будет так вот по щелчку пальцев. Поэтому люди будут страховаться, защищаться, и для этого тоже нужны будут специалисты. Следующий столб, который мы рассмотрим, это тоже низкоуровневая реализация, условно назовем ее так, но железные части, hardware. Это всякие разные устройства, как тот же самый Oculus Rift, условный, который я вам показывал. То есть, чтобы его сделать, нужны инженеры, которые разработают схемы, которые разработают вообще концепцию, дизайн, идею, вот это вот все. И те, кто, собственно, напишут софт для этого железа тоже. Это отдельная каста тоже, скорее, нужен какой-нибудь язык программирования типа C+, в котором пишут драйвера для всяких железок. И если вам прям нравится сидеть с паяльником с детства, и вы находите в этом себя, то эта предметная область вполне себе интересная. Я так понимаю, у специалистов там тоже очень сильно не хватает. Может, не так много их требуется, как, например, для веб-разработки. Но и там требования довольно своеобразные, квалификации. Приметная область разработки hardware, железо, девайсов. Она довольно широкая, разнообразная. Каждый может там сам себя найти, но понятно, что первичное здесь желание. Чувствуете в себе расположение, пожалуйста, занимайтесь. И отдельной интересной темой может быть кибернетика. Вот эта вот история про нейроинтерфейсы. Про нее есть видео у нас на канале. Обязательно посмотрите, что это такое и как они примерно появились. Это огромный тоже пласт информации. Это очень... Ну, то, что, кстати, нейроинтерфейсов здесь надо быть еще и сильным медиком, скорее всего, хирургом, каким-то нейробиологом. Помимо того, чтобы быть инженером-электронщиком. Поэтому дерзайте. Раз уж затронули немножко медицину, Пусть третий столб и будет про медицину полностью, плюс физиология. Очень важно понимать, начиная с того, как работает вообще физиология человека, скелет, мышцы, суставы, для того, чтобы как разрабатывать оборудование, так и вообще переносить это все в метавселенную, чтобы оно ощущалось лучше. Ну, понимаете, да, о чем я? Также очень важно следить за своим организмом. Ну, типа кожаный мешок, конечно, кожаный мешок. Но это все, что у нас есть, как бы, и он один, собственно, и от того, насколько вы его сохраните, зависит, как вы долго проживете, независимо, там, в метавселенной или не в метавселенной. Пока что, по крайней мере. И я уже на себе прочувствовал, как изменение образа жизни, например, привело меня к нажранному животу, потому что я с активного, довольного образа жизни переключился на программирование и разработку, стал больше сидеть и меньше двигаться. А если вы погружаетесь в метавселенную, то есть, допустим, даже прям... Ну, в общем, вы больше сидите, проводите времени дома, да, у вас есть занятия достаточно. Соответственно, вам надо корректировать питание, вам надо делать какую-то гимнастику, упражнения. Здесь найдут себя всевозможные фитнес-инструкторы, тренеры, диетологи. То, что сейчас, как бы, модно. И разве что поверх скиллов добавил бы еще больше такую специализацию на каком-то неподвижном образе жизни. Ну, то есть, подумать немножко в эту сторону. Техников и медиков озадачили. Давайте перейдем к людям творческих профессий. И первое, что мне приходит в голову, это 3D-художники, 3D-дизайнеры, 3D-модельеры, 3D-аниматоры. И интересное наблюдение, что, судя по количеству курсов, которые рекламируются, да, появляются по программированию, все прям так хотят стать программистами и много зарабатывать. Хотя у меня такое ощущение складывается, что тех же 3D-шников нужно не меньше, если не больше. Не знаю, что людей останавливает идти и учиться на эту профессию, потому что, ну, просто представьте, сколько нужно будет контента трехмерного разработать в ближайшем будущем, когда начнут появляться метавселенные и нужно будет трехмерное пространство набивать объектами, да, чем они более уникальные, эксклюзивные, крутые. Да, ну, любую AAA-игру сейчас рассмотрите, она цепляет ровно тем, что она тебе дает максимально крутое ощущение погружения и этим вытаскивает. Наверное, люди думают, что сложно стать 3D-художником, потому что надо быть художником. Ну, знаете, программистам тоже непросто, надо как бы, можно не уметь рисовать, но надо уметь как-то думать своеобразно, логически мыслить, да, ну, типа, решать логические задачи, тоже непросто. Так что, ну, и слышал я, кстати, что художественные навыки именно в 3D-моделировании, они немножко преувеличены, можно и без них на старте. Ну, и опять же, всему можно научиться. Сюда же можно отнести и звуковиков, звукочей, звукорежиссеров, потому что звуковое сопровождение тоже надо делать, ну, разве что, наверное, их все-таки в меньшей степени, потому что, ну, как-то, по моим ощущениям, все-таки со звуком работа проще ее меньше, ну, вот, в таком флоу, например, в какой-то разработке игры условной. Пятым хабом, пятым столпом берем дизайн. Это профессия на стыке творчества и технических навыков, и дизайнеров нужно будет много различных, просто на каждое направление, от разработки маленькой кнопочки в интерфейсе до дизайна особняков, городов, просто целых континентов, возможно, взаимодействий. И кроме, собственно, вот этого дизайна окружающей обстановки, очень востребованы будут, ну, как же, без ноготочков, без ресничек, дизайны персонажей. Конечно, это будет не то же самое, что делать ноготочки в реальной жизни, но если освоить эти вот навыки того же 3D-художника, то можно их вполне замечательно применять, как бы перенося и создавая аватары различным людям для метавселенных. Я думаю, там ниша будет очень денежная, ого-го какая, особенно если у вас будет замечательно получаться. Говоря о навыках для дизайнера, это, я бы сказал, в первую очередь насмотренность, логика, понимание мира вокруг и своей предметной области, то есть своей специализации, ну, потому что дизайнер всего и вся тоже таких, не бывает, наверное, нормальных специалистов. Если хотите стать дизайнером, изучайте свои предметные области и инструменты. Если вам нравится рисовать в пейнте, пожалуйста, нравится рисовать восковым мелком на белой стене, тоже пожалуйста. Шестой столб, который рассмотрим тоже творческий, это писатели, копирайтеры, сценаристы, условно-текстовый контент. Тут, конечно, интересно с одной стороны, как будет устроен текстовый контент в метавселенной, потому что, ну вот вы, например, если играли в игры, вряд ли вы там читали все книжки в Skyrim или в том же Киберпанке, потому что когда ты находишься в цифровой среде, в принципе неудобно читать этот вот контент, когда ты пяришься в экран, да, глазами, а еще и вокруг есть куча всякого динамичного, интересного содержимого игры и зачем тебе, собственно, вообще застревать на этот не особо-то нужный лорный какой-то контент. И плюс вообще современный текстовый контент, мне кажется, потребляется в основном в виде мемов, а мем это что там, два-три слова и картинка, хотя, собственно, это очень хорошая ниша, если вы умеете создавать мемы, я думаю, и сейчас-то это такой довольно эксклюзивный скилл, с которым не пропадешь, а там тоже подача материала будет решать. И, собственно, людям, которым это в кайф, которые любят писать, любят создавать, генерировать такой текстовый контент, вполне может зайти, такая, ну, они найдут много для себя работ, я думаю, в метавселенной потенциальной. Сюда же, кстати, можно отнести и, думаю, переводчиков, специалистов по иностранным языкам, потому что весь текстовый контент, чем он более разнообразен по языкам, тем больше аудитории можно им собрать. Если, собственно, хотите вкатываться в эту нишу по скиллам, тут, понятно, надо уметь писать, надо быть грамотным, знать языки бот замечательно, возможно, шарить в мемологии или чем-то подобном. Ну и раз уж мы немножко коснулись маркетинга, то восьмой, следующий раздел, группа профессий или предметная область, пусть будет продажа, это и маркетологи, и различные SMM-специалисты, в общем, все те, кто сейчас продают как в реальности, так и в виртуальности, они же все перекочуют и в метавселенную, с какими-то, наверное, своими уже инструментами, но в целом суть будет такая же. Причем те же самые специалисты, например, по недвижимости, они будут просто специалистами по виртуальной недвижимости, инвестиционные советники, представители, собственно, брендов. Сейчас уже можно прочитать новости о том, что какая-нибудь компания, производитель автомобилей открывает, например, офис метавселенной, и это же нужны довольно своеобразные люди для того, чтобы это правильно сделать. Это не то же самое, что открыть офис в реальной жизни. Продажи — это всегда про общение с людьми, про психологию, ну, про то, что тут такое ценность, ну, в общем, маркетинг. Любые книжки по маркетингу открываете, и по успешному успеху как раз это все сюда, потому что надо мотивироваться, надо быть зажигательным, заводным, и все у вас получится, да. Девятая по порядку группа, но, конечно, не по приоритетности, это гейм-дизайнеры, специалисты по геймификации, это все те, кто способен придумать, как сделать так, чтобы было интересно, чтобы интересно было именно играть. Потому что метавселенная и метавселенная, но очевидно, что нужна вот этому всему какая-то игровая составляющая. И специалист по гейм-дизайну — это довольно широкая тоже предметная область, широкая специальность. Здесь нужно быть очень насмотренным, явно надо знать очень много различной специфической информации от того, как правильно делать окружение игровое, как создавать квесты, задания, да, какими активностями наполнять свой мир. Может быть, теория игр туда же может относиться, психология человека. Да, глядя, знаете, на какие-нибудь вот эти донатные игрушки, где она складывает три в ряд и умудряется самой простой механикой затянуть там тысячи, сотни тысяч. Особенно потому, что, да, кстати, простой механикой различных людей от суперфанатиков игровых и до обычных там домохозяек, которые занимаются этим там по 15 минут в день просто пока готовят. Это очень специфический труд, это большая работа. Просто так такие результаты не получаются. Вот, соответственно, если вы хотите сделать мета-вселенную, в которой людей заманивать ни на год, ни на два, на теоретически всю их жизнь, надо очень много подобной работы сделать. По скиллам тут сильно не посоветуют, начитать какие-то профильные книги, но с чего-то начать. Одно за другое цепляется и учитесь. Конечно, из таких вот прям скиллов, наверное, нужна наигранность, то есть желательно любить. Ну, вообще, оговорочка любой специальности и того, что мы сегодня рассматриваем из любого вот этого раздела, желательно любить. Можно полюбить в процессе, но делается с удовольствием, потому что когда делаешь без удовольствия, делается не очень хорошо. Десятую категорию давайте отнесем все те специальности, которые более прикладные. То есть здесь очень широкий спектр, может быть, различных работ. Это, условно, охранники, воспитатели, аниматоры. Назовем их, условно, аниматорами. Те, кто в квесты вам там будут раздавать, еще что-то делать. Ну, вот такое, более человечное. То есть на что-то будут работать искусственные болванчики, неписи, да, а где-то будут реальные люди. И я уверен, что там будут очень большой пластной работы, такой повседневной, за постоянную зарплату. То есть необязательно быть там каким-то фрилансером, чтобы зарабатывать потенциально в метавселенной. Ну, и по факту от этих самых людей будет зависеть вот эта вот атмосферность, ламповость, уют, комфорт от нахождения в метавселенной. То есть чем больше будет вот это вот общество, чем больше будет там таких людей, которые дублируют, условно, специальности из реального мира, тем более органично вы себя там будете ощущать, и тем проще вам там будет долгое время находиться. Одиннадцатый столб — это руководители. Без руководителей никуда. Менеджеры — это те люди, которые вообще делают так, чтобы что-то произошло. Без них обычно не только не получается результата, но и часто не будет даже плана, по которому можно прийти к этому результату. Чтобы стать менеджером, надо уметь руководить людьми, надо уметь планировать, ставить цели, решать цели. Ну, сейчас, например, из замечательных таких профессий можно выбрать, например, project management из разработки. Если вы чувствуете в себе азов быть лидером, руководителем, менеджером, самое простое — идти и руководить. Найти где и чем бы поруководить довольно, я думаю, просто. В самом крайнем случае можете сделать свой бизнес и быть вообще себе боссом, и нанимать людей. И даже не надо будет напрашиваться куда-то за скиллы, как-то проходить собеседование. Ну, там, конечно, свои есть подводные камни, но я думаю, если вы руководитель и лидер, вы разберетесь. В двенадцатую категорию запишем условных проводников между миром реальным и миром виртуальным, миром метаверса. Это будут банально гиды, например. Вот представьте, сейчас уже идет разработка каких-то кучи метавселенных, и даже если пытаешься за этим всем следить, это уже сложно. А когда их будет уже много, и в каждой можно будет много чего попробовать, ну, здесь будет очень востребована профессия для такого человека типа гида, который вас просто проводит и поможет найти и увидеть какие-то там самые важные вещи, как туры какие-то. То же самое будет только в виртуальной реальности. Также будут востребованы и те, кто будет делать контент из виртуального мира в реальный, и те же ютюберы, летсплееры, в общем, все похожие специальности на то, что сейчас вот около игровой индустрии вращается. А также представьте себе юристы, очень будут нужны, да. Могут быть суды даже за что-то. Ну, и разборки, и везде, где есть деньги, где есть, собственно, где есть что-то, где есть какие-то права, которые можно нарушить. Везде там нужны юристы. В какой-то момент встанет вопрос о том, что там очень много людей, и между ними есть свои отношения, и это все надо будет выстраивать. То есть здесь уже в силу вступят все те, кто вот изучают человеческую цивилизацию, чтобы хорошо перенести ее опыт в виртуальную реальность. Они все будут нужны. И все же это надо будет придумывать. Оно же не будет работать точно так же. А приколитесь, когда все уже привыкнут жить в этой метавселенной, появятся специалисты по связям с реальностью, потому что однажды надо будет перестать условно бояться выйти в дверь и встретиться с реальным миром. Это уже какая-то немножко жутковатая даже история, но кто знает, к чему все это приведет. Наверное, тут можно еще пофантазировать. И если у вас есть какие-то свои прикольные задумки по профессиям из метавселенной, обязательно пишите их в комментарии. Моей же основной задачей было, с одной стороны, показать, на чем будет базироваться потенциальная метавселенная, а с другой стороны, накидать каких-то идей, пищей для ума, о том, какие профессии будут востребованы, и показать, что не только программисты в будущем смогут найти себе работу. Если вдруг у вас сейчас стоит такой вопрос специализации с потенциальной, вот как я сидел к этому видео, пришел только потому, что я составлял для себя карту скиллов, чему я хочу научиться, в какую сторону идти. И так как мои фантазии о будущем, выхотелки и желания, связанные с метавселенной в том числе, решил, а дай-ка копну, пофантазируя на тему, что будет. Единственное здесь от меня совет, наверное, постараться выбирать профессии, которые не заменят роботами в ближайшие 5 лет, а то придется переучиваться, это всегда грустновато. Но справедливости ради, те профессии, на которые людям еще надо серьезно отучиться, роботами-то вряд ли скоро и заменят. Также, понятно, не стоит принимать как руководство действия вот прям какие-то профессии из метавселенной, потому что вот на данном этапе не очень понятно, когда это все будет настолько реально, что там можно будет пойти и условно жить основную жизнь. Может это будет через 5 лет, а может через 10, а может через 15. Никто сейчас точно не скажет, когда само явление метавселенных достигнет такой популярности, что там будет много прям людей. Можно выбрать себе какую-то путеводную звезду, работу вашей мечты, профессию вашей мечты, на стыке там уж каких-нибудь различных профессий и потихоньку начинать осваивать одну за другой. Лучше начинать с тех, которые уже сейчас можно применить и добирать на кость жирка и меска. Самая же главная рекомендация от меня, конечно, подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить новые всякие полезности. Каждый из этих столпов мы обязательно разберем более плотно. И с вами был Галухин Артем и канал Кубэск. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok